Вот такой большой скелет. Голова у него была вот такая. Зубы вот такого размера. Когда Саша нашел в лесу две загадочные мумии, одну поменьше, другую побольше, подумал, что в окрестностях кослей поселилась стая очень странных существ. Поначалу брать домой жутковатую находку не решился. Устроил селфи со скелетами, отправился домой, выложил фото в интернет и был шокирован бурной реакцией общественности. Одни писали, что это труп кошки, другие настаивали, мертвый детеныш динозавра или чупакабра. Тогда Саша решил вернуться за артефактом, но к его приходу скелет большой твари исчез. Одна лежала рядышком прямо, а вторая в этом. У нее ноги в разные стороны были и голова так на бок. У большой или у маленькой? У большой. А маленькая лежала с корючина. Хозяин мистической находки захотел докопаться до сути и выяснить, кому принадлежат кости. Мумию животного забрал домой для расследования. Что там такое? Скелет нашел. Что за скелет? Похоже на чупакабу. Да? Нифига. Фу. Я находилась дома с ребенком. Он приезжает, такой эмоциональный, рассказывает мне, что вот, я нашел скелета такого-то, такого-то существа непонятного. Я, естественно, говорю, ну у тебя есть фотография? Он говорит, да, есть. И все мне, как бы, все вот эти фотографии мне показывают. Ну я, как бы, сразу поняла, ну, что это, ну, не хорек, не что-то либо такое. Я говорю, так ты давай, говорю, в интернете, говорю, наберешь и посмотришь, говорю, вообще, что это за существо? Говорю, вроде на чупакабу смахивает. Я думаю, что это чупакаба, потому что в интернете посмотрел, что скелет подобный. Такие уже фотки. Александр убежден, что эти твари, кто бы они ни были, умерли от голода и наверняка еще остались живые особи. Он опросил соседей, не замечал ли кто подозрительных хищников у себя во дворе. Местные жители посмеиваются и к загадочной версии относятся скептически. А это не может быть какой-нибудь хорек, скелет хорька какого-нибудь. Группа «Таинственный Урал» уже неоднократно опровергала предположение о существовании чупакабры. Как правило, кроликов и кур массово истребляют дикие рыси или хорьки. Но эта находка поставила ученых в тупик. Значит, вообще по большому счету, по большому счету, значит, для чупакабры слишком длинные передние лапы. То есть видно, что это существо ходило на всех четырех ногах, а не то, что на задних. Мех так вообще кошачий какой-то. Вот. Но ничего здесь аномального такого, сенсационного лично я не вижу вообще. Для хорька крупновато немножко. Вот. Для хорька, конечно, значит, что там следующее? Ну, куница. Вот. Ну, надо подумать. Зимой он пролежал, то есть как-то даже, можно сказать, пересох в особенности. То есть если мы, наверное, вскроем брюшную полость или грудную полость, мы обнаружим высохшиеся или имененные внутренние органы. С точки зрения мумификации довольно делесный объект. По всем приметам, мумия больше всего похожа на животное семейство куньих. Однако Саша стоит на своем. Он с друзьями намерен устроить облаву на мистических зверьков, чтобы доказать, что это настоящая чупакабра.